Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии. Это очень меня радует. Вам не сложно, а мне приятно. Всем заранее спасибо. Продолжение следует... Андрей достал из холодильника бутылку водки, поставил ее на стол. После крепко затянулся сигаретой и сел на подоконник. В мою сторону он даже не смотрел. Непростая эта квартира. Да и досталась она мне тоже не случайно. При этих словах Андрей скривился и вытер глаза тыльной стороной руки. Стоит сказать, что таким я своего друга не видел никогда. За последнее время Андрей заметно похудел, заполучил круги под глазами, будто не спал ночами напролет, а также имел странное, отрешенное выражение лица. Он не был похож на того человека, которого я встретил 10 лет назад на первом курсе института, как и не был похож на самого себя полугодовалой давности. Андрей докурил, выбросил окурок в форточку и потянулся в настенный шкафчик за рюмкой. Налил водки, пододвинул рюмку ко мне. Выпей, дело непростое, лишней не будет. Прохрепел он и прокашлялся. Ты прекрасно знаешь, что квартир у меня две. Вторая находится по соседству, на этой же лестничной площадке. До последнего времени я жил там, но теперь вот тут обитаюсь. Я очень хочу эту квартиру отдать. Ну, продать то есть. Жила тут полгода назад одна женщина. Послушай, друг, вмешался я. Мне не важно, кто тут жил. Сам понимаешь, мне квартира срочно нужна. Возьму в любом случае. Нет у меня других вариантов. Да погоди, будет у тебя время для ответа. А пока выслушай меня, большего не прошу. Ну, выкладывай. Только скорее, время не терпит. Последовав совету друга, я проглотил водку. Скривился на манер Андрея. Жила здесь одна женщина. Я не знаю, кто она была. Даже смутно помню ее фамилию. Видел я ее редко. Да и въехал в этот дом всего-то полгода назад. А уже на второй день после приезда встретил перед подъездом ее. Вот тогда-то все и началось. Ей было около 50. Тощая, сухощавая женщина. Одета не броско. Можно даже сказать, бедно. Круги под глазами, множество морщин. Совсем белые волосы. На носу у моей новой соседки были старинные очки с толстыми стеклами, что увеличивали ее и без того немаленькие глаза. Я бы сказал, что выглядела она намного старше своих лет. А она со мной не заговорила. Как не говорила и во все остальные дни. Впрочем, никто из жильцов со странной соседкой не общался. Конечно же, я про ту женщину быстро забыл. Что тут запоминать? Да я даже не знал, в какой квартире она живет. До поры до времени. Примерно через неделю после въезда в новый дом я заметил первую странность. Как-то я услышал необычные звуки, когда проходил мимо противоположной квартиры. Звук этот был из разряда тех, что режут ваш слух, будучи даже совсем негромкими. Неприятно одним словом. Было это похоже на смесь шума помех от телевизора и шепота. Да, похоже было, что кто-то очень тихо говорил. Да вот слов не разобрать. Хотя и не пытался я. Незачем. В первый раз звук не показался мне странным. Но смотрят там что-то непонятное на телевизоре. Что тут необычного? Но потом я услышал это и на следующий день. И на следующий. И как-то раз увидел ту самую женщину, отпиравшую дверь странной квартиры ключом. Так я и понял, что нелюдимая соседка живет напротив моей квартиры. Дальше началось самое интересное. Я никогда не курю в доме. Всегда выхожу на улицу. Ну и в то время так делал. И вот однажды, около часа ночи, я привычно отправился на улицу перекурить. Вышел на лестничную площадку, стал запирать дверь и услышал крик. Женский крик. О да, ты догадался. Он исходил из квартиры напротив. Соседка кричала. Дверь квартиры заглушала звук. И слов я, опять же, разобрать не мог. Но было ощущение, что женщина с кем-то ругалась. А скорее, ругала кого-то, потому что другого голоса я не слышал. Было стойкое ощущение, что соседка кому-то обращалась. Вот не знаю, как я это понял, но был в этом уверен. Через минуту криком прибавились звуки ударов. А потом, потом я услышал скрежет, вроде того, когда ты тащишь по деревянному полу тяжелый шкаф. Хотя, возможно, так и было. Я вышел на улицу и закурил. Посмеялся про себя. Мол, вот с соседями-то повезло. Рядом живет какая-то сумасшедшая. И чего она там с кем-то не поделила? Когда я зашел в подъезд, мне сразу стало не по себе. Знаешь, как бывает иногда, вроде бы и причин нет, а по спине проходят волны холода, до дыхания сбивается. Дверь в странную квартиру была приоткрыта. И тишина. Не та тишина, которую мы привыкли называть этим словом, когда просто не слышим лишних и громких шумов, а абсолютно отсутствие звука. Во всяком случае, так мне показалось на тот момент. И тут погас свет. Просто потухла единственная лампочка, освещавшая нашу площадку. Кажется, на какие-то секунды я замер. Тишину нарушило лишь один звук. Тихий, медленный, но оттого не менее пугающий. Дверной скрип. Честно скажу, я испугался. Ломанулся к своей квартире, автоматическим движением воткнул ключ в замочную скважину, повернул его и залетел домой. Да, потом, в теплой постели, я смеялся над собой. Кого испугался-то, старой женщины? Ну, глупо же, право слова. После той ночи, выходя из дома, я всегда озирался на странную квартиру. Дверь каждый раз была закрыта. Шепот и шум был. Я начинал к нему привыкать. Не буду описывать каждый случай, а скажу лишь, что крики соседки по ночам я слышал еще несколько раз. А потом я познакомился с Олегом Петровичем. Это другой мой сосед. Его квартира находится на втором этаже, как раз на той, где живет любительница ночных ссор. Он тоже слышал ночные спектакли, но уже не удивлялся, Нина, так оказывается, звали соседку, жила в доме давно, и подобные случаи просто уже стали привычными. О да, жильцы пытались бороться с шумной соседкой. Писали заявление в полицию, разговаривали с участковым. Последний даже пытался пообщаться с Ниной, но после единственного неудачного опыта просто вызвал врачей. Олег Петрович не знал, что случилось в тот день в нехорошей квартире, но женщину тут же забрали в психдиспансер. Заявлений жильцов и участкового хватило, чтобы странную особу принудительно подвергли врачебной проверке. Нина вернулась через два месяца. Врачи после курса лечения посчитали ее психически здоровой. Настолько, насколько это вообще возможно после такого заведения, как психбольница. Тогда же возобновились и ночные крики. Но соседи уже опустили руки. Пусть живет, ни на кого не бросается, и то хорошо. Где-то два месяца назад я столкнулся с ней вновь. Было около семи вечера. Я вышел из дома и направился к лестнице. Дверь напротив меня с шумом распахнулась. Нина посмотрела на меня из-за толстых стекол своих очков и закричала «Уйди! Уходи отсюда! Я сделаю! Все сделаю!» Признаться, я оторопел. Соседка где-то с мгновения еще смотрела на меня, а затем силой захлопнула дверь. Этой же ночью крики были особенно громкие. Были слышны удары. Кажется, даже бил из посуда. Несколько раз сильно бухнуло в двери. Я выглянул в глазок. Странно, но на этаже мигал свет. И тут я вновь почувствовал страх. Дверь соседки начала содрогаться от ударов. Раз, второй, третий. Било так, что со стен летела штукатурка. Минут через десять удары прекратились. После до моих ушей донесся звук, который до сих пор бросает меня в дрожь. В дверь соседки кто-то стал скрестись. С силой, судорожно, как будто хотели проделать отверстие в дереве. Все это сопровождалось натужным сопением. Через несколько минут затихли и эти звуки. этой ночью я так и не заснул. Днем следующего дня, когда возвращался из магазина, я увидел машину скорой помощи у нашего подъезда. Позже Олег Петрович мне сказал, что медики увезли труп Нины. Ее нашел участковый. Кто-то из соседей после той ночи все-таки не выдержал и вновь позвонил в полицию. Участковый пришел только днем. Дверь квартиры оказалась не заперта, но плотно захлопнута. Соседка лежала на полу в прихожей, лицом вниз, руки вытянуты, пальцы в крови, ногти содраны до мяса, но больше ничего, крови или ран на потерпевшей не обнаружили. Какой был поставлен диагноз врачами, нам, увы, узнать было не суждено. В квартире были переломаны все вещи. Везде осколки от посуды и люстры, остатки от продуктов питания. Некоторая мебель разломана до досок. Но самое страшное было в царапинах на внутренней стороне входной двери. Обивка полностью разодрана, повсюду щепки и следы крови. Те звуки, что я слышал ночью, исходили от Нины, которая раздирала дверь квартиры своими собственными руками. Дальше ты уже понимаешь развитие событий. Я купил ту квартиру. Через несколько дней после смерти Нины объявился ее сын. Обычный мужчина лет около тридцати. Я случайно встретил его и разговорился. Оказалось, что он хочет срочно продать квартиру матери, причем совсем за небольшие деньги. Во мне проснулся бизнесмен. Я решил перепродать нехорошую квартиру. После того, как сделка была оформлена, я приступил к уборке помещения. Сын Нины почти все оставил на своем месте. Да, там и забирать было нечего, все разбито, разломано, да и техники никакой у пенсионерки не было. Даже телевизор отсутствовал. Уборка предстояла нешуточная, но я довольно быстро управился. Вынес все оставшееся от прежней хозяйки на ближайшую свалку. Квартира стала чистой, даже дверь я заменил. Подал объявление о продаже и успокоился. На какое-то время. Потому что уже вскоре я вновь услышал странный шум, исходящий из странной квартиры. Шепот помехи. Теперь я знал, что никакого телевизора там нет, да и смотреть его некому. Любопытство взяло надо мной вверх. Я открыл входную дверь и вошел внутрь. Шум не прекратился. Я медленно и осторожно обошел всю территорию. Голые стены и больше ничего. Более того, на слух я не мог определить, откуда исходит пугающий звук. Он просто был. Был везде. Он угнетал. Той ночью я внезапно проснулся от резкой волны страха. Почему-то даже тогда я понимал, что это чувство исходит из той чертовой квартиры. Поднялся, подошел к двери и поглядел в глазок. Пару секунд ничего не происходило, и я уже собирался пойти спать. Но вдруг удар. В квартире напротив что-то упало. Да только падать там было нечему. Удар повторился, но теперь уже громче. Потом еще громче. И наконец нечто ударилось в дверь. Зашуршала падающая штукатурка. Тогда я сидел на кухне и пил водку, как ты сейчас. А там что-то опять стучало. Вообще я мог больше даже не заходить в ту квартиру. Делать мне там было нечего. Во всяком случае до тех пор, пока не найдутся желающие купить этот источник ночных шумов. Но меня туда тянуло просто нестерпимо. В то время у меня началась бессонница. Я крутился в постели, считал овец, но заснуть не мог. Ходил на работу, как со мной было. В те дни я чувствовал себя очень плохо. В какой-то момент, не помню точно когда, мне пришла безумная, казалось бы, мысль. А что, если переночевать в той квартире? Посмотреть на источник шума? Я вроде бы и понимал, что идея странная и глупая, но сдержать себя взял раскладушку, одеяло и отправился в квартиру напротив. Как только я вошел внутрь, я ощутил необыкновенный прилив энергии. Мне стало лучше, моя душа пела. В воздухе просто ощущалось спокойствие. И чего я боялся, подумал я. Поставил раскладушку, лег и заснул. Проспал как младенец, впервые за много дней. Был ли шум? Да не знаю я, а если даже и был, то меня он не разбудил. На следующий день я стал перетаскивать некоторые свои вещи в новое место жительства. Ночевать буду тут, думал я, пока покупателей не найду. В дневное время обитал в старой квартире, а спать приходил в новую и всегда высыпался. Постепенно я стал замечать, что все больше и больше провожу времени в странной квартире. Там я чувствовал себя действительно как дома. До тех пор, пока не проснулся ночью от шума. На кухне что-то стучало. В тот момент я не испытывал страха. Казалось, квартира не позволяет мне бояться. Встал с раскладушки, заглянул на кухню. Ничего. Но стук продолжался. Было ощущение, что исходит он от самих стен. Что-то там внутри стучало, давая о себе знать. Мол, не один ты здесь живешь. Не один. Потом я стал замечать, что вещи в квартире самостоятельно меняют свое положение. В один день раскладушка оказалась у противоположной стены. В другой день я обнаружил ее на кухне. Мелкие вещи и вовсе перемещались по сто раз за день. Оставлю телефон на столе, найду на подоконнике и так далее. Но почему-то меня это по-прежнему не пугало. Однажды случилось так, что я отравился. Купил что-то некачественное в магазине или еще что, не знаю. Весь день мучился от нестерпимых болей в животе. К ночи поднялась температура. Само собой, идти спать в другую квартиру у меня сил просто не было. В ту ночь я опять проснулся от страха. Нет, не от страха, от нестерпимого ужаса. Бросился в прихожую и прильнул к дверному глазку. Дверь квартиры напротив ходила ходуном. Ее трясло от ударов настолько сильных и громких, что задрожало стекло в окне на этаже. Помимо ударов я слышал неразборчивое бормотание. Даже сейчас я могу сказать, что таких звуков человек издавать не может. Это была неземная, неестественная речь. В тот момент я будто прозрел, в секунду осознав, что я спал в этой квартире не один раз. Как я мог находиться в этом ужасе? Почему не ощущал тревоги? Квартира не давала, понял я. Или не сама квартира, а нечто живущее в ней. И теперь это нечто недовольное, что я не пришел спать, как обычно. Мне стало жаль Нину. Я даже и представить себе не мог, каково приходилось ей жить в этом кошмаре. Утром я побоялся заходить в чертово жилище. Решил выйти на улицу и заглянуть в окно. Занавески покойной я снял, так что ничего не должно было мешать. Схватился за подоконник, подтянулся и посмотрел сквозь стекло. Мои вещи были разбросаны. Книжки лежали где попало, из некоторых вырваны страницы. На полу валялся чайник с кухни. Какой-то стакан разбит в дребезги. А на моей раскладушке кто-то спит. Некто или нечто лежит с головой накрывшись одеялом. Последнее мерно приподнимается и опускается в такт медленному дыханию. Следующие три дня в страшную квартиру я не заходил. Покупатели тоже не объявлялись. и чувствовал я себя ужасно. Меня дикой силой тянуло в пугающее место. Опять не спалось. Товарищи по работе участливо спрашивали не болен ли я. Должно быть выглядел я плохо. Я не выдержал. Просто открыл дверь и вошел туда. Знакомое чувство покоя заполнило мою больную душу. Я ощущал настоящую эйфорию. С тех пор я живу здесь в этой квартире. Даже вещи многие перенес. Стук по ночам часто беспокоит. Но я знаю что если уйду мне будет хуже. Андрей достал очередную сигарету и затянулся. Он отвернулся от меня в сторону окна и молчал. Я собирался с мыслями. Слушай, Андрей, тишину нарушил мой голос. То, что ты мне сейчас рассказал, это очень странно и все такое. Я не знаю даже что и сказать. Да не важно это уже. Мне просто нужно было выговориться. Я никому об этом не говорил. Андрей сел за стол и внимательно посмотрел на меня. Знаешь что, а ведь покупателей так и не было до тебя. Да и ты не сам ко мне обратился, а я сделал предложение. Так я пока и не отказываюсь, но мне просто надо подумать. Может зайду через пару дней? Я пожал руку другу и встал. Вернее хотел встать. У меня резко поплыло в голове. Зрение затуманилось и я упал на колени. Андрей что за черт? Мой язык еле шевелился во рту. Помнишь я вначале сказал что у тебя будет время на ответ? Так вот я солгал. Андрей молча смотрел на меня спокойным взглядом. Затем взял со стола бутылку водки и вылил ее содержимое в раковину. Знаешь что я думаю? Сказал он выкидывая пустую бутылку в окно. Эта квартира или то что здесь обитает питается людьми. Не в прямом смысле конечно. Оно пьет что ли нашу энергию силы или вроде того. Ты видишь же каким я стал. Такой была и Нина. Этой дряни нужны люди. Нужны жильцы. Водка. Он отравил водку. Я из последних сил пытался подняться с пола, но конечности меня не слушались. Тогда я медленно пополз ко входной двери. Да ты не дергайся, успокаивающе произнес Андрей. Не выйдет. Полежишь немного без сознания. Ничего плохого с тобой не произойдет. Мой бывший друг присел рядом со мной на корточке. Ты меня извини. Не было другого выхода. Я отсюда просто так уйти не могу. Замена нужна. Прости дружище. Проваляешься с денек, а потом и сам уже не захочешь отсюда уходить. Я то знаю. Или оно не захочет. Андрей медленно встал и направился ко входной двери. На прощание он обернулся и кинул ключи мне под нос. Держи, теперь ты живешь здесь. Теперь это твоя квартира. Перед глазами стало темно и я отключился.